Правительство Республики Корея приняло решение подготовить в течение 10 лет 150 тысяч специалистов в сфере полупроводников. Цель данного решения – сохранить конкурентные преимущества страны в электронной промышленности и решить проблему нехватки рабочей силы, которую испытывают электронные гиганты Samsung Electronics и SK Hynix. Об этом сообщила 19 июля министра образования вице-премьера по социальным вопросам Пак Сюн Эй. Она представила специальный план, подготовленный совместно с Министерствами экономического блока. Его успешная реализация позволит существенно увеличить численности кадров для действованных в отрасли полупроводников. Если сейчас их насчитывается 177 тысяч, то через 10 лет будет 304 тысяч человек. Для достижения этой цели будет увеличено число студентов, получающих подготовку по профильным специальностям. При открытии новых и расширении существующих факультетов и кафедр будет набран дополнительный преподавательский состав. Число студентов, зачисляющих профессиональные школы высшие ступени, университеты и аспирантуры на обучение по специальностям, связанным с полупроводниками, составит 5700 человек в год. 20 университетов и аспирантуры при них будут готовить исключительно таких специалистов. Студенты получат больше возможностей совместить теорию и практику на предприятиях, что позволит ускорить процесс их интеграции в производственный процесс.